Скажите, есть ли перспектива у сельских жителей устранения цифрового неравенства? Давайте так, наразделим вопрос. Что касается сотовой связи, я, наверное, не скажу, есть ли перспектива. Я ответил немножко ранее, что есть программа нашего дочернего предприятия, которое будет этим заниматься. Что касается цифрового неравенства, на сегодняшний день в области построено больше 2000 километров оптоволоконных линий, и сейчас 114 населенных пунктов, которые впадают в федеральную программу, имеют доступ к интернету. Кроме того, с августа 2018 года компания «Росневеком» приняла решение отменить абонентскую плату для жителей этих населенных пунктов. Они могут этой услугой пользоваться абсолютно бесплатно. То, что касается этого года, 2018, мы планируем сейчас построить еще порядка 114 точек доступа и закрыть еще 114 сел, жителей которых составляет от 250 до 500 человек. По районам, по селам я дал вчера уже распоряжение. Мы, наверное, направим каждому главе района те села, которые подпадают под программу 2018 года, чтобы сейчас просто не останавливаться времени, тратить их просто все перечислять. Кроме этого, я хотел бы еще сказать о программе строительства линий. В основном это сельские лечебные учреждения. Мы в прошлом году одни из первых по России закончили программу 2017 года. В этом году еще порядка 2,5 тысяч километров должно быть построено. Я надеюсь, что во многие сельские больницы у нас придет интернет высококачественный. Соответственно, сможем пользоваться все вместе новыми технологиями, в том числе и телемедициной. С Министерством здравоохранения области этот вопрос очень плотным взаимодействием решаем. Поэтому я почему еще на этом вопросе остановился. Эти линии, которые мы будем строить для сельских больниц, они очень неплохо позволяют еще расширить наши сельские и захватить ближайшие села или ближайшие муниципальные образования для развития связи.